Вау, я сегодня переутомился! Никогда бы не подумал, что я мог быть настолько нагруженным. Я так напряжён, что... Готов согреть 17 владельцев вора! Надо бы снять стресс. Например, полежать в ванной, или погулять, или... Глянуть, как поживает мой ютуб-канал, а соответственно, мои последние стрессы к существованию. Ого, что это? В соответствии с новым законом о защите детей, мы решили отключить вам комментарии на все ваши видеоролики, потому что они, по нашему мнению, нацелены на детскую аудиторию. А ещё мы вычитаем 90% от ваших выплат. Они считают мои видео детскими? Да как так-то? Хм... Если я не хочу умереть от голода, значит придётся сделать взрослый контент. Но как? Будьте добры, одну цык Рету. 800 баксов? Не очень выгодно. Но на окупе всё всё будет нормально. А, вы уже здесь! Заходите. У меня уже как раз всё готово к записи. Вот. Моя тёть идет впервые, а пока вы можете ознакомиться со своим сценарием. Чё за пушня, катаны? И сегодня мы поговорим, почему печенье с изюмом не такое ужасное на вкус. Видите ли? Большинство людей думают, что они невкусные, ведь их путают с шоколадным. И когда ты ожидаешь, что с шоколада получаешь изюм, неудивительно, что они на вкус как подушечки. Но когда ты знаешь, что оно с изюмом, это просто божественно. Здесь весь мягкого изюма и хрустящего печенья просто... восхитительно. Ну что ж, а на сегодня это всё. Ставь лайк и подписывайся на канал. Ещё увидимся, мамки на пушке. Я закончил монтировать. Посмотрим, посчитать ли они это детским. Чё? Ваше видео было заблокировано в 700 странах из-за наличия взрослого контента? А ещё мы лишаем вас монетизации на месяц. Да, вот так всегда. Пелишь контент, пелишь, а потом все твои труды сливают в утиль. Озвучил Камрад Эль Бавучо на основе перевода Кравчука, Эндрю Варрелла, Эмэзинг Куки и других. Если тебе понравился ролик, ставь лайк, подписывайся на канал, а по ссылке в описании ты можешь перейти на оригинальный ролик Чипфлика. Ещё увидимся.